Как нам переродиться и все это великое в человечество считать за межность пред Богом? Каким образом стать человеком, который не является рабом ни гордости, ни тщеславия, ни носитель желания попирать брата своего через любовь к Христу, которая распыта в этом мире? И за этот путь ненавидит наш мир. Но это не путь княжа мира всего. В нашу эпоху спасение стало, я бы сказал, труднее, чем раньше. Раньше свидетельства Бога, творящего невероятные чудеса, были повседневным явлением. Как Петр, простой рыбак, без образования, стал вдруг учителем человечества. Дал ему Господь раз молитвой своей воскресать наши гордости. Есть предсказание святых отцов 4 века, где они говорят, что в последние времена Бог скроет от людей, от верных своих, где они. Не будут творить чудеса, и сами будут ощущать себя, как бы покинутыми Богом. В состоянии истощания это есть единственный верный путь, как пишет, путь слёжный. Самая главная борьба со страстью гордости. Все, которые хотят властвовать над людьми, они погрешают и понимают власть, данная от Бога. Сам Бог не хочет властвовать над человеком, чтобы человек в свободе своей любви к Богу определился, как Бог. И моя молитва о том, чтобы вы послушали Слово, Стаса. Путь святых – это путь плача любви. Где любовь, там есть плача. А где нет любви, там нет плача. Даже в великих страданиях и муках, скажем, во время войны, когда мы были свидетелями всякого рода издевательств над человеком побеждённым, когда шадизм стал повседневностью во всём мире. И там нет плача. Я даже слышал о борьбе, о способе борьбы издевательствами от победителей. Ненавидеть их всем существом. И эта ненависть уменьшит боль. И вот с ним ничего не сейчас сделать. Понимаете? А Господь говорит, любите враги ваши. От этой любви плач к согрешающим. Плач зовут учителей, которые не познали путь к спасению, путь жизни истинной по образу Божию. Субтитры подогнал Игорь Негода.